Света! 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 Так, поднимите руки, кого сюда привезли на автобусе против собственной воли. Есть такие люди? Даже с телефонами стали отпускать, чтобы не дай бог не подумали. Все по доброй воле пришли? Здорово! И если мы надавим плечом, и если мы надавим вдвоем, то все рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Как вы знаете, я здесь ради любви. Мой муж Сергей Тихановский более года назад организовал интернет-проект «Страна для жизни», в рамках которого он встречался с разными людьми. С депутатами, с предпринимателями, с людьми простыми, рабочими. И в рамках этого проекта он поехал по Беларуси, чтобы встречаться с простым народом, с простыми людьми и узнавать, как им живется в нашей стране. И он увидел много боли. И когда народ, когда люди попросили Сергея идти в президенты, он, в принципе, он с этим согласился, он решил пойти. Но наши власти решили действовать своими методами, методами задержаний. И, к сожалению, на момент регистрации Сергей сидел в изоляторе временного задержания. И по надуманной причине его не зарегистрировали. По всей стране очереди пикеты, почти миллион подписей из-за альтернативных кандидатов и тысячи желающих вступить в инициативные группы и быть наблюдателями. Десятки госслужащих, которые открыто и публично начали говорить правду. Люди пишут жалобы, люди показывают власти, что она их больше не устраивает. Люди отбивают от отмона своих соседей и друзей. Власть больше не скормит людям пустые обещания и не напугает их автозаками. После победы Светланы на выборах мы проведем новые честные выборы с участием Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Валерия Цыпкало и многих других альтернативных кандидатов. До сих пор для многих Республика Беларусь это такая страна советской открытки. Везде порядок, поля, батька, отец народов. Можешь рассказать, что происходит у вас на самом деле? Ну, в общем-то, и в Советском Союзе это все только видимость на открытке. А стоит копнуть немножко глубже, оказывается, что весь этот порядок, это не порядок, а, как это назвать, я не знаю, диктатура тотальнейшая, которая не дает людям не то, что свободно высказать свое мнение, но даже постоять в очереди или сфотографировать кастрюлю. Тотально все суды подчинены только текущему режиму и невозможно добиться никакой правды истины, что негативно на самом деле сказывается на нашем инвестиционном климате, что, в общем-то, вводит нашу экономику сейчас в конкретную стагнацию. Вы должны понимать, что это картинка, картинка социализма. И она такая витрина, чтобы доить Россию, чтобы доить Запад. Проще, диктатор всех залюбил до тошноты. Вот прям вы должны понимать, что диктатор всех залюбил до тошноты. И ему правду уйти пора уже, так сказать. Со стороны может показаться, что у нас все хорошо. В принципе, мы-то живем неплохо, я бы так сказал. Вот лично я за себя отвечаю. Но, понимаете, одна и та же власть, какую бы она ни была, она просто-напросто моборезает. Вот и все. Я бы так торопился. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok